Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос. Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Начинается программа «Добро пожаловаться». Все ваши вопросы по коммунальному хозяйству. Пожалуйста, 67212-9399, 67213-9399. Так, у нас пока сорвался один звонок. Сейчас мы попробуем его убрать. Я напомню, что можно писать также на WhatsApp 2-300-6191. Пишите, задавайте ваши вопросы письменно. На эти вопросы будут отвечать наши эксперты. Председатель правления товарищества центра консультации собственников квартир и председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Доброе утро. Доброе утро. И также эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП, Айвар Гонтарев. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Значит, телефоны 67212-9399, 67213-9399. Я думаю, что вопросов будет много. Пока вот кто-то звонил, вот сорвался у нас звонок. А я, наверное, начну. Вот, полистав новостную ленту, везде, конечно, мы видим какие-то очень и очень пугающие прогнозы. Говорят о том, что пять недель холода, морозов, они очень сильно ударят по кошелькам, поскольку растут тарифы, растет цена электроэнергии. И вот, как говорят, что это еще не предел. И, скорее всего, поскольку и Европа тоже будет мерзнуть, цены будут расти. Что вообще, как может сложиться ситуация? Потому что ведь мы все понимаем, что цены растут, зарплаты не поспевают за ними. Многие люди жалуются на то, что вообще теряют пока работу из-за кризиса, из-за того, что они не вакцинированы, не могут работать. То есть вот ситуация может вдруг вылиться в какие-то массовые неплатежи коммунальные. Ну, я просто пока прогнозирую, говорю о том, что ситуация, в общем, может быть такой. Как вы оцениваете эти риски и что может произойти по самым худшим сценариям? Трудно сказать. Предсказать, что будет и какие цены будут, трудно. Во-первых, тут по силам все прозвучало буквально сегодня информация, что вроде бы особенно не будут повышаться цены. По электроэнергии ужасающие сведения идут, но тут вопрос с электроэнергией немножко другой. Как правило, Домоуправление отвечает за общую часть. Электроэнергия – это освещение и теплоузлы. Ну, это относительно небольшие суммы в любом случае. Но, в принципе, если начнется, трудно что-либо предсказать, но если начнется массовые неплатежи, ну, это вопрос правительства. Ни одно Домоуправление с массовыми платежами не справится. Это первое. И второе – то, что если этот процесс начнется, то поставщики должны будут отключать, наверное, как они привыкли это делать. Вот тут, конечно, это вопрос к политикам, это не вопрос к тем, кто осуществляет эту деятельность. Я, по сути, оптимист, но те факторы, которые сейчас происходят в экономике, я больше становлюсь пессимистом насчет прогнозов, к сожалению. Почему? Потому что мы с Сергеем видели это в предыдущий кризис, и я думаю, мы подходим. Никто не хочет, наверное, громко говорить это слово, но мы подходим плавно к кризису. В нашей сфере все происходит чуть-чуть на, скажем так, на шкле времени с опозданием. Не сразу так явно все видится. Первое – это, конечно, видит Домоуправление, что начинает падать статистика по долгам. Долгов становится больше. Ну, люди как-то будут выживать. Тарифы пойдут вверх, инфляция пойдет вверх, себестоимость продукции и услуг пойдет вверх из-за тех же скачков коммунальных услуг. Но пока нет прогноза о том, что, например, на следующем году каким-то образом чудесным цена за газ или за электричество вдруг упало на нам привычный, скажем так, уровень. Из-за этого, да, правительство что-то старается, уменьшать на 50% тариф по распределению электричества, но не на само электричество. К сожалению, это повлечет, как я с собой говорил, цепь происшествий, которые связаны с повышением цен на все, чем мы пользуемся с вами, да, ежедневно. Если зарплаты не будут успевать, то эти же способности будут падать. Это мы не увидим ни за первый, ни за второй месяц. Все, как показывает опыт, реальная картинка откроется через 6-9 месяцев. То есть она на шкале времени, все эти последствия, они как отложены, да, потому что постепенно такой ком больше-больше становится, и тогда мы это все в статистике увидим позже. Сейчас правительство все будет это отрицать, будет показывать, что все хорошо, все правильно мы делаем, мы молодцы, мы боремся, да, но, к сожалению, то, что вот наш опыт подсказывает, что на шкале времени это все покажется намного позже. Вот это мы можем сделать, наверное, не знаю, Сергей согласится, я думаю, со мной. Мы это видели по предыдущим кризисам, что вот эта реальная статистика, она показывается намного позже, когда только начинают наступать эти последствия. Я бы сказал, что основная проблема, я вижу, не в коммунальных платежах, то, что стремительно дорожают продукты питания, стремительно дорожает все вокруг. Да, я имел в виду все вместе, да. Человек в любом случае должен иметь тепло и должен есть. Если он не будет есть, то тепло ему не надо. Ну, приоритеты будут очень резкие, поэтому что будет? На самом деле, я бы предлагал так, давайте мы до Нового года не будем обнетать. До Нового года разгонимся. Какой прогноз еще могу сказать так? Сейчас уже, скажем, кубометр газа достигает 1,5-2 евро цена. Держевая цена там идет 1,5-2 со всеми накрутки. Значит, соответственно, киловатт электроэнергии уже подорожал, киловатт газовой энергии подорожал раз в 10 в сравнении с прошлым годом. Ну, электроэнергия немножко медленнее, но она должна достигнуть того же. То есть, какая разница, из чего получен киловатт энергии, из газа или из воды и так далее. Продаваться будет одинаково. Ничего хорошего наши правители, по-моему, нам не готовы, потому что они не знают решения. Ну, вот говоря о правителях, ведь было предложение снизить хотя бы НДС на этот кризисный период до 5%, однако сейчас он составляет 21%, и вот ко всем этим ценам они скоро составят действительно 1 евро за киловатт в час. Могут, не могут, Олег, они это сделают, потому что сильно простодрает бюджет. Мы же понимаем, что два года ковида, мы реально съедаем все запасы, которые есть в казне, и мы начинаем пожарить на долге, в принципе, да. Мы это все понимаем, когда хорошо. НДС – это большая масса именно этих денег, которые поступают в казну, и этот доход государство просто сейчас не может перекрыть. Да, это исходит из всех этих разговоров Министерства по финансам. Ну, они же сами так, хотя или не хотя, но открывают эту информацию, что, ребята, если мы это перекроем, вообще-то мы не знаем, как дальше там казну наполнять. Но смотря с точки зрения позитива, да, все же на это все, мы опять возвращаемся к единственному правильному решению – это утепление домов, поскольку там одна из составляющих формулы, чтобы квалифицироваться на еврофонды, это как раз была цена за отопление, и каким образом, насколько быстро из этого будет, скажем так, окупаемость. Да, если смотреть с этой точки зрения, сейчас формула будет хорошо работать, и то есть еврофонды должны быть более доступны для жителей. Вот позитивная новость всего этого, что происходит с экономикой. Добавлю позитива еще, я скажу крамольную вещь, которую, наверное, нельзя говорить вслух, но если кто-то хотел решить этот энергетический кризис, то, наверное, нашли бы способ увеличить поставки газа из известной точки по известным трубопроводам. Этого не делается, значит, цены поддерживаются в том числе и специально. Далее, если мы говорим с вами о позиции Европы, если кто-то читал, то сейчас Европа готовит документ очередной регулирующий, который потребует, уже не порекомендует, а потребует привести энергоэффективность домов к определенному состоянию. И в этом документе уже предусматривается, что если это не будет выполнено, то будут санкции. Это все связано с нулевой этой самой комбидностью или целых два к 30-му и 35-му годам. Там довольно жесткий документ. Так что придется нам, хочешь не хочешь, утепляться и очень интенсивно. Будет ли достаточно денег от Европейского Союза? Ну, у меня большой вопрос. Но, в принципе, такой документ готовится. И судя по тому, насколько жестко современные европейские власти заняли позицию на зеленые движения, я боюсь, что эти документы будут приняты и будем мы все толпой идти на реновацию. Хотел бы напомнить про опыт наших соседей, эстонцев, которые профессоры технического университета Таллина четко посчитали, что если производится реновация, государство получает плюсом 37% от всякого рода налогов. Что сделали эстонцы? Они это поняли. Если происходит реновация, в казну поступает плюс 37% в виде всякого рода налогов. Если не делается реновация, не поступает. Просто платим за завышенное потребление тепла. Они поняли это, они обозначили, что это может, как обозначенный день, который может не впускать в общую казну, а с этого можно создавать отдельный фонд, который как грант, который дальше работает вне зависимости от европейских денег. Он просто работает сам по себе. Просто нужно сказать, что в процессе реновации те деньги, которые поступают от продажи материалов, все налоги, все налоги, которые связаны с зарплатами, все-все, что это не поступает в общую казну, а создается отдельный фонд, который может содержать и в виде грантов выдаваться тем, кто опять-таки делает реновации. Потому что эти деньги, они как бы все время возвращаются обратно в казну. Таким образом, да. Это наши соседи-стонцы давно уже, 5-6, даже больше лет обратно поняли, обозначили эти деньги таким образом, и таким образом можно создать фонд, который не зависит от европейских подарков. Это просто нужно понять политику и принять такое решение и создать, наверное, в рамках Алтумса или другой инстанции. Но это легко делать все. Я напомню нашим слушателям телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. И напомню также, что в WhatsApp'е 2-3-0-6-1-9-1, номер работает для ваших вопросов, на которые отвечают наши эксперты Сергей Сидор Каевер Гонтарев. И вот тут пришел вопрос уже немножко, ну, с одной стороны, в тему, но очень конкретный. Значит, звучит он следующим образом. В нашем доме собственный газовый котел. Счетчик за отопление от управляющей компании составил 720 евро за квартиру в 93 квадратных метра. Я решил экономить. Закручиваю термоголовки в комнатах, уходили на целый день, закрутили все радиаторы. Однако на счетчике все равно стоит потребление по 50, значит, киловатт в сутки. Хоть с открытыми, хоть с закрытыми радиаторами. Где же можно заказать независимую проверку наших счетчиков тепла? То есть, ну, вот человек волнуется, что что-то неладное. Ну, во-первых, то, что цены высокие, да, для потребителей газа сейчас самая худшая времена. То есть, если газовый киловатт, газовая энергия в прошлом году стоила 3,7 цента, 3,4 цента, сейчас он стоит 16,20 цента. То есть, рост сумасшедший. И идет вверх. Это первое. Второе. Закрыли, не закрыли. Есть вопрос такой. Во-первых, эти головки регулируются на определенную температуру. То есть, они не позволяют опуститься в квартире температуре ниже чем. Так что, начинать надо с того, что вообще у вас, когда вы закручиваете головку, у вас поток прекращается или нет. Он не должен прекращаться. Второе. Немножко непонятно, что значит счетчик показывать. Если счетчик показывает, значит поток по квартире есть. Ищите, где у вас идет. Может быть, ваши головки не работают. Может быть, клапаны не работают. Проверить, в первую очередь, хозяйство. Потому что мне очень трудно реветься, что все закрыто, а счетчик крутится. Ну, так не бывает. Может, если счетчик крутится, он может крутиться, но условно говоря, быстрее или медленнее. Это он может. Но вообще-то сам по себе бежать он не может. Потому что теплощетчики состоят из двух составляющих. Одна меряет поток проходящего теплоносителя объема. Вторая – там разница температуры. Или если нет разницы температуры или нет потока, то он ничего считать не будет. Что-то там немножко нет. Возможно, все-таки поток у вас через квартиры есть. Может быть, теплые полы есть. Еще что-то. Но надо смотреть в первую очередь на работу своего хозяйства. Самое простое – закройте радиатор, дайте ему постоять минут 30 в закрытом положении. Посмотрите, а везде ли он холодный. То есть сравняется ли его температура температуре комнаты. Может быть, так не происходит. Да, я надеюсь, что мы ответили на вопрос. Во всяком случае, если у вас есть еще вопросы, задавайте. Продолжайте писать нам на номер 2-300-6191. Вот еще одна тенденция. Все-таки резкий рост стоимости жилья. Сейчас еще один вопрос пришел. Что делать, если обслуживающая компания не реагирует на письменные заявления, пишет нам слушатель, не работает вентиляция, но на звонки и на письма никак не реагирует. Речь идет о безразрешении собственников берут деньги из резервного фонда, ничего не ремонтируется. Севинити. Да. Севинити. Речь идет о Севинити. Ну, если деньги берутся, а ничего не ремонтируется, ну, как бы вам сказать. Законом это не разрешено. Если из резервного фонда берутся деньги и в оправдании не предъявляются документы о ремонте, ну, я могу сказать, мягко говоря, законом это не разрешено. Что делать дальше, я не знаю. В суд подавать. Бессмысленно. Не знаю, может, у Айвера есть еще не в этом вопросе. Это стандартная ситуация, когда вот нет информации или же, ну, произошла какая-то ошибка. Думаю позитивно про то, что у вас там произошло. Я надеюсь, что у вас там не мошенничество и не такого дела. Во-первых, когда нужно запросить информацию о накопительном фонде, если оно не выдается. Ну, единственный путь – это суд. Или, ну, еще, как бывает, на что могут отреагировать Думы права, которые там не честны, тогда это заявление в полицию. Ну, потому что это день, который приезжает жильцам. С чем это закончится, непонятно, но хоть приучите внимание на то, что действительно вам не отдаются те отчеты, которые вам необходимы. И полиция, в крайней мере, там спросит у них, почему вы не отчитываете насчет тех денег, которые вы держите у себя в руках, потому что это карается законом. Потому что эти деньги жителей, и их трогать просто так нельзя. Может быть, это наивно, но я бы мог сказать так, что на самом деле, еще раз напомню, как вы можете ознакомиться с любыми документами, которые связаны с содержанием и обслуживанием вашего дома. Вы должны письменно обратиться, если уже такая конфликтная ситуация на ваш взгляд. Письменно, доказательно, то есть с росписью о получении либо заказным письмом обратиться к управляющей компании с просьбой ознакомить вас с такими-то разделами или с такими-то документами, которые хранятся в деле дома. Допустим, со сметами и актами приемки и сдачи ремонтных работ за такой-то период по вашему дому, по движению денег и так далее. Вправляющая компания в идеале должна вам дать ответ, что вам документы подготовлены к такому-то сроку и назначить время. Она не должна выдавать вам ни копии, ничего, но должна вас пригласить и для этого обеспечить возможность вам ознакомиться с этим. Если вы не получаете соответствующего ответа, ну, я не знаю, насколько это сработает, но я бы обратился к прокурателю проверить факт нарушения закона. Примерно так. Вообще, в принципе, не стесняйтесь, если у вас такие сложные ситуации, пишите в бюро по защите, а это не совсем их вопрос, напишите в бюро по защите прав потребителей, пишите в прокуратуру. Совершенно спокойно. Это надзорные органы, они должны следить за исполнением закона. Ну, там насколько и как они ответят глубоко. Я могу вам сказать только один пример. В свое время Рикас Сутамс руками и ногами убирался и не хотел списывать те долги, которые были невозвратными. То есть долги умерших людей и банкротировавших людей. Мы написали, что там 9 инстанций сработал совершенно неожиданный совет по конкуренции, который, вроде бы, казалось бы, вообще-то ни при чем. Но вдруг он заинтересовался этой темой, нашел нарушение конкурентного законодательства и сработал. Старайтесь писать в официальные инстанции конкретных нет. Ну, примерно таким образом. Спасибо. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефоны, можно задавать и вопросы в прямом эфире, можно писать. Можно писать на WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Еще вот одна тенденция последнего времени – это резкий рост стоимости квартир. Как, в общем, гласит статистика, цены выросли на 40% по сравнению с 2017 годом. Вот хорошо это или плохо? Ну, вот насколько, чем здесь вот какие-то, не знаю, эти тенденции могут отразиться, аукнуться? Ну, экономальную сферу это прямым образом не связано. Связан чуть-чуть другой факт о том, что чем дороже будут становиться квартиры, тем больше люди начнут пользоваться и птичными кредитами, да, ну и это, в свою очередь, в нашей сфере приводит к тому, что вот рано или поздно что-то случается с платежной способностью человека, и тогда возврат долгов, ну, нужно брать себе во внимание, что там будет обеспеченный кредитор. Очень хорошо, что в силу стали изменения в процессуальном законе о том, что все же каким-то образом маленькие, но процентальные коммунальные услуги сейчас обеспечены и идут по взыску до ипотечного кредитора. А сама тенденция, понятно, все растет, и спрос на квартиры, когда люди были в закрытых домах, тогда они начали улучшать свои бытовые условия. Хорошо, да, сейчас у нас звонок. Немножко настораживает тот факт, что по тем же данным гресса очень большое количество квартир стоит пустые, без использования, то есть это какое-то вложение денег в никуда. Сергей, извините, тут, да, звонок у нас тем между тем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела господину Сидоркину задать такой вопрос. Вот когда приезжают там слесари, сантехники, кто угодно, выполняют какие-то определенные работы по заявке или же, ну, типа такое вот текущее что-то срочно надо сделать. Вообще, Дома управления обязана проверять соответствие вот этих работников, ну, соответствие объема работ этих работников с тем, что указано в акте выполнения работ. И как это вообще практически должно быть? Спасибо большое. А мне только немножко непонятно, кто приходит работать. Если приходят работники моего Дома управления, они изначально имеют задание. И они должны, допустим, они приходят и нужно что-то исправить, значит, они должны это исправить. Объем работы они зачастую в таких случаях определяют на месте. Если это плановые работы, которые планируются заранее, это там, допустим, замена стояков, замена там каких-то элементов и деталей, то, как правило, составляются сметы, в которых определяется объем работы и необходимое количество как материалов, так и трудозатрат. Поэтому, естественно, что приемку работ по мелким ремонтным работам производят мастеры, и если это делается в пределах квартирной собственности, то что там собственник, а если уже крупная работа, то, как правило, мы нанимаем еще и строительного надзирателя, ну, узора, который контролирует и процесс, и объем, и все прочее. Естественно, и наша работа контролирует. Как у вас происходит, это нужно смотреть, а что у вас происходит, как. Если к вам пришли поменять счетчик, у меня достаточно акта о том, чтобы счетчик поменять. Понятно, что там стандартный комплекс работы, там нечего проверить, поменен или нет. Примерно так. Угу. У нас следующий звонок. Да, здравствуйте. Добрый день с наступающим вас всех. Спасибо. У меня конкретный вопрос господину Гондареву. Господин Гондарев, скажите, пожалуйста, это еще при вашей бытности по улице, думал, что 16. Ремонт делался у нас 15 лет тому назад космический. До конца он не был доделан. Ленты не поставлены на перила. Руки режем металлические. В последнее время я уже два года прошу самоуправления какие-то принять меры. Абсолютно никаких мер не принято. Что вы мне можете сказать на этот счет? У нас... Добрый день. Напомните мне, пожалуйста, еще раз адрес. Я не расслышал. Я не закончил. Дубл-Ту-16. Дубл-Ту-16. У нас деньги постоянно снимаются для предстоящего ремонта. Но как таковой за все эти 15 лет были поставлены двери. И то две двери в 5-этажном подъезде были поставлены за собственный счет. Потом двери в подъезде поставлены и в подвалах поставлены. Часть трубы была заменена. Заменены окна за 15 лет. А уже накопление после этих самых идет где-то десятки тысяч. Когда мы можем получить от Дома управления конкретные дела? И в чем дело? Сколько мы можем маяться? Наш дом уже стоит 46 лет. И я в нем живу все 46 лет. Будьте любезны. Ответьте мне на эти вопросы. Скажите, а человек высказался и бросил трубку сразу? Мне конкретный адрес ни о чем не говорит. Если этот дом под РМП, тогда будьте доброты. Наберите мне прямым образом после эфира. Я пойму, в чем у вас проблема. Потому что, как вы знаете, я бывший председатель управления этой компании могу понять и направить вас каким-то образом для решения вам важных вопросов. Но будьте добры, наберитесь, поскольку я там понял вопросов. Много у вас? Так будет, наверное, проще. Следующий пока звонок. Здравствуйте. Доброе утро. У нас в плане капремонта РНП Пардагова на 2021 год были предусмотрены работы нашему подъездному пятиэтажному жилому дому о замене окон на лестничной площадке. В конце месяца фирма «Логу-24» вывесила объявление о начале работ. 29-го в понедельник и 30-го во вторник ноября бригада установила, сделала монтаж первого и второго подъезда. Только в субботу, 11-го декабря, бригада опять сделала последующий третий-четвертый подъезд. Вывесили объявление, что будут работы закончены 15-го января 2022 года. И бригады до сих пор нет. Осталось смонтировать пятый подъезд и сделать, отштукатурить окна снаружи и внутри фасада. Сейчас возникает два вопроса. Каким образом график бригады этой «Логу-24» работает у нас не каждый день? Или же она параллельно работает на других объектах? И второй вопрос. Каким образом будут освоены деньги капремонта нашего жилого дома, если год заканчивается 31-го года, а работы должны закончиться 15-го января 2022 года? Этой фирмой что? Работы полностью оплачивают все деньги? Предоплата сделана. А в следующем году, в 2022-м, не предусмотрено окончание работ 15-го января 2022 года. Поясните, что к чему. Спасибо. Ну, странно немножко. Я бы вам сказал так. Во-первых, сейчас очень большие проблемы с логистикой. То есть сейчас вообще из-за ковида, из-за всех этих дел, поставка строительных материалов идет очень нерегулярно. Это связано с какими-то положениями на границах, я не знаю. У меня то же самое. С окнами идет так. Заказ заказан своевременно, поставщик начинает откладывать поставку. Это не какая-то злонамеренная акция. Это сейчас действительно такие сбои происходят. Дальше. Ну, фирма же выполняет свои обязательства. Да, переносится срок. Ну, а что значит, там, год закрывается? Ведь деньги-то за невыполненные работы, скорее всего, никто никому не платит. Деньги остаются на вашем счету. Ну, да, эти деньги перейдут на следующий год, и там после завершения работ будут заплачены. В чем проблема? Я здесь не вижу каких-то проблем. Я бы видел проблему, что если бы фирма пришла, взяла деньги, взяла какую-то предоплату и аванс, и отказалась делать. На самом деле, сейчас, во-первых, у них есть какой-то свой график, который, скорее всего, из-за ковида и после срыва графика поставок сдвинулся. Это первое. Второе. Часть работ при таких погодных условиях просто произвелить нельзя. То же самое штукатурку, все равно нужно дожидаться благоприятных погодных условий. Так что я здесь пока не вижу ни криминала, ни беспокойства по поводу. Тем более, вам четко говорят, когда закончат. Хорошо. У нас еще один звонок. Сделайте только радио потише, пожалуйста. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Так. Человек, наверное, так долго дозванивался, что... Я пока уберу звонок. 6-7-212-93-9. Вот еще раз вторая попытка. Здравствуйте. Спасибо. Добрый день. Такой вопрос. По предложению РНП, мы планируем в следующем году поменять старые деревянные окна, ствола, на ПВЦ окна. Дом находится в исторической части города. Можно ли это делать? Деревянные менять на ПВЦ. А сам дом у вас исторический или советские постройки? Советской. 50-го года. Если дом, скажем так, стандартной постройки, и он не является памятником, тогда, скорее всего, можно. Потому что, вот, если дом у вас был бы памятником, да, и в том числе там бывают какие-то детали с особой значимостью, тогда этого делать нельзя. В вашем случае, я думаю, что стандартный дом, тогда можно менять простые, если у вас простые деревянные окна, которые не считаются каким-то образом, как отмечены, как особая ценность, тогда это можно делать. В любом случае, когда меняются окна, если даже они меняются, те по рисунку своего переплетов и по цвету такие же на такие же, независимо от материала, нужно информировать по Увалу, о том, что такая работа будет произведена. Есть такой порядок информирования, и если вдруг это нельзя, то они сразу сообщают. Но если у вас были деревянные белые окна, то замена их на белые ПВЦ, ну, криминала здесь я не вижу. Ну, и нас обнадеживает то, что именно РНП предложило бы менять деревянные рамы на ПВЦ. Ну, видите, сегодня поменять деревянные на деревянные получится очень дорого. Очень. То есть, напросто, альтернативы нет сегодня. Замена, допустим, ваших деревянных окон или их ремонт, он будет на деревянные, это будет стоить очень большие деньги. Гораздо более серьезных денег, нежели с них ПВЦ. Спасибо за ваше мнение. Да, спасибо вам. Еще раз напомню, 6-7-212-93-9, телефон в нашей студии. Буквально есть еще несколько минут, если кто-то спешит задать вопрос. Также можно задавать их по номеру 2-3-0-6-1-9-1. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, не знаю, кто из вас ответит. Когда-то был такой порядок, правило, что во дворе, когда жильцы там и даже не жильцы ставят машины, что они должны сами уборку снега где-то полметра или метров рядом с машиной убрать, потому что дворник, ну, он не в состоянии там вылазить по этим машинам. Вот. А сейчас вот такой порядок существует или это уже не в силе? Спасибо. В силе. Если машина не убирается с места ко времени уборки, то есть, если там до 8 часов утра мы должны привести в порядок двор, если машины не убраны, то хозяин машины обязан сам вокруг нее расчистить снег. И это связано даже не столько с тем, что дворник не может, сколько машины стоят плотно и есть высокая вероятность того, что при чистке снега можно повредить машину. Просто-напросто. Поэтому это возложено на собственника автомобиля. Он должен свое стояночное место расчищать. Делает ли это? Даже мало кто. Скажу так. Еще один звонок сразу. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, такой вопрос. Потери в счета РНП выставляют потери воды по дому. Мы должны платить эту лишнюю воду не по счетчикам, а вот то, что нам присчитывают? Конечно. Это вода, потребленная дома. Это никакие не потери. Это никуда не вылилось, кроме как через ваши краны. У меня есть свои. Но есть же свои счетчики, которые... Но есть же... Это старая тема, что у вас есть свои, у каждого есть свои, есть общий счетчик. Юридически единственный счетчик, который говорит правду, это тот счетчик, что стоит на доме. Все остальные счетчики для, скажем, для контроля, они не являются счетчиками, они являются пропорциональными делителями. Поэтому... Мы же не контролируем этот общий счетчик. А кто вам мешает его контролировать? Ну, слушайте, а кто нам... А как вы себе представляете контроль общего счетчика? Вы что, подойдете с ним и medianетли показания? Запросите у Рика Суденц, показания вашего общего счетчика. Рика Суденц, как и Рика Суденц, вам ответят. Потребление вашего дома, общее потребление вашего дома по каждому месяцу. Это и будет контроль этого счетчика. Дальше что? Дальше нужно знать, какие показания счетчиков в ваших квартирах. Кто сдал, кто не сдал. У кого счетчики годные, у кого не годные. И начинается. И плюс еще есть люди, которые не совсем. Они есть, но мы-то почему? Смотрите, мы 4 дня сдаем эти показания воды. Я сдаю, например, 25 числа. Уважаемые, я отвечу вам так. Единственный ответ на ваш вопрос есть только один. Меняйте систему учета в вашем доме. Ставьте одновременно во все квартиры счетчики, которые оснащены устройством автоматического считывания. В этом случае все вопросы будут исключены. Остальная дискуссия, почему и зачем, она не приведет ни к чему, потому что можно дискутировать бесконечно, а результата не будет. Ну понятно, да. В любом случае заплатим мы. Ну а кто должен заплатить? Так мы платим за свою воду. Почему мы должны платить за какую-то бесхозяйственность или там... Но подождите, бесхозяйственность с чьей стороны? Потому что кто-то, может быть, не платит. Где-то у вас протекает, происходят потери воды. Они протекают. И у каждого стоит счетчик свой со своим классом точности, со своим сроком годности, со своим чертичем, еще признаем показания, как попал. Ну вот так вот это все. И каждый в своем его. Четыре дня, пять дней. Если дом большой, что такое четыре дня? Это значит, есть возможность того, что люди не сдали примерно 10-15% потребления, потому что бегут сдавать 25-го, а 31 день. За шесть дней потребление не показано. Домашний счетчик снимается в последний день. Из-за этого все идет. Решение уже давно известно. Те, кто поставили счетчики с дистанционным считыванием, у них разница по воде очень небольшая. 3-5%. У остальных будет высокое. Это объективно зависит от того, в каком состоянии учетная система в вашем доме. Это внутри домовая проблема. Ну понятно. Каждый взятый отдельный жилет не может руководить или там как-то заниматься домом. Ну это же понятно, что так. Ну я думаю, что вам наверняка предлагали. Это предлагали всем в массовом порядке. И наверняка вы проигновировали это предложение. Если нет, то сообратите в свою управляющую компанию, чтобы установить вам эти счетчики. С удовольствием сделаем. То есть решение, ну вам предлагают решение, то есть установить единовременно во всех квартирах однотипные счетчики, и тогда эта проблема будет решена. Ну да, это же все не так просто. Это, скажем, я согласна еще 40 квартир, а остальные, например, или все равно, или не согласны. Ну как-то, да. Да, к сожалению, ситуация такова. У нас на самом деле время практически закончилось с программой. Есть несколько вопросов. Я тогда перенаправлю их, наверное, уже, чтобы мы начали с ответов на эти вопросы в следующей программе. Спасибо большое. Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир и председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений Айвар Гонтарев отвечали сегодня на ваши вопросы. До следующего понедельника. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова